Всем привет! Это программа Дельные люди. Сегодня наша главная задача разобраться, можно ли зарабатывать хорошие деньги на производстве и продаже десертов без сахара. Узнаем все на личном примере предпринимателя 10-летним стажем Эммануила Амирамова. Для многих пандемия – это самое тяжелое время. Многие остались реально без работы, без средств. А для вас, я смотрю, наоборот. Пришло время реализовать свои мечты? Не было бы счастья, да, несчастья помогло. До пандемии мы занимались экспортом, морским транспортом экспортировали. И как раз таки вот в этот период все поставки прекратились, все сидели на удаленке. Появилась куча свободного времени. Ну, увлекся кулинарией. Вот, если помните, весна была. Пошла ягода. Когда маленький был, у нас в семье в это время мама часто варила варенье. И у нас, знаете, прям такой ритуал был. Папа привозил целую кучу клубники, и мы... Я пожала пенку, знаете, когда процесс, когда снимали пенку, это мое самое любимое. Вот, вот, вот. Варили клубнику, сливу. Сначала варили на сахаре. Потом пришла в голову мысль сделать варенье без добавления сахара. То есть пробовали с медом, пробовали со стевией. И я тогда узнал про сироп топинамбура. Приготовили мы сначала несколько... Опять-таки дома для себя? Да, дома, дома, да, на плите. Приготовили несколько видов разного. Отправил друзьям, знакомым. И кто-то стал просить еще. И все говорят, ну, бесплатно не нужно, давай продавать. Мы набросали такой самый примитивный бизнес-план. Бизнес-план все-таки был. До сих пор есть, на него сейчас без слез не посмотришь, на этот бизнес-план. Что было не так? Из-за того, что мы не используем консервант, для меня это было принципиально, чтобы продукт был без консерванта. У меня много кто уговаривал. У нас было очень много брака. То есть первое, что это... Я самоуверенно подошел к тому, что мы сделаем хороший продукт, качественный. Второе, мы вообще не угадали с ценой. И стоило больших усилий доказать людям то, что на самом деле продукт качественный. Тяжело было начать продавать. Сейчас с вами работают вообще известные московские торговые сети. Федеральные, да, торговые сети. Да, а я к тому, что как все начиналось? Пришел в магазин, который у меня во дворе. Потом покатался по городу. Люди с охоты брали? Да нет. Даже без денег. Я говорил, как продашь, рассчитаешься. Даже без денег люди брали не с охоты. У нас пришел первый заказ крупный. Страшно сейчас сказать, из Соединенных Штатов Америки. То есть даже там узнали о вашем продукте? Да, кто-то как-то увидел в каких-то соцсетях. Написали. Сказали, пришлите. Я говорю, вы уверены вообще? Я говорю, там доставка будет стоить сумасшедший день. Да, пришлите. И сколько вы туда банок отправили? Мы отправили 150 банок варенья и 48 коробок цукатов. Она говорит, я распродала. Говорит, все сразу. Говорит, давай работать дальше. Но потом, по известным событиям, весь экспорт в дальние зарубежья, он как-то прекратился. Но вы сейчас производите на экспорт же? А сейчас мы тоже производим на экспорт. У нас в Казахстане несколько городов. В Эстонию отправили Белоруссию и Армению. Это если брать экспорт. Ну и плюс по России еще опять-таки. По России мы продаемся от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Владикавказа. Здесь происходит основная готовка варенья и варка цукатов. Это что за котел? Это вакуум-портная установка. Одно из наших больших приобретений, которое позволило нам выйти на новый уровень. Если до этого мы варили, можно сказать, в кастрюлях и в маленьком котелке, то здесь уже получается... Объемы другие, да, совершенно? Объемы, да. Мы помимо цукатов, варенья еще продаем сироп топинамбура с разными вкусами. Вот сейчас там абрикосовый сироп, он полуготовый. А оборудование, вы сказали, что одно из последних приобретений – цена. На тот момент, когда мы приобретали, стоило 1,2 млн. Сейчас мы хотели заказать аналогично, оно уже стоит 1,8 млн. То есть нам уже одного стало мало, а второе – повысились цены, что называется, галлопирующая инфляция. Здесь у нас цех подготовки цукатов. Тут я смотрю, что-то интересненькое. Да, это апельсиновая корка. Ну, классические французские цукаты, да, пожалуйста, посмотрите. Это одна из самых первых наших позиций, вообще самая первая цуката, которую мы придумали. Наверное, вкусная. Мы отдадим его потом попробуем. Обязательно. А скажите, объемы большие у вас? Целый день вот так девушки ваши стоят? Объемы у нас небольшие. Это 25-30 кг готовой продукции касательно этих. Это все ручной труд. Каждый цукат покрывается шоколадом. Хоть у нас есть интервью еще машинка, но это все равно каждый цукат выкладывается вручную. Это наш шоколадный цех. Здесь у нас две темперующие машинки. Вот она. Вот это для молочного шоколада и там дальше для горького шоколада. Именно благодаря правильному процессу темперирования шоколад не покрывается вот этой белой корочкой, белым налетом. Если вы обращали внимание, этот белый налет, он возникает в том случае, если была нарушена технология темперирования. Также правильно темперированный шоколад, он имеет такой характерный хруст при надкусывании. Вот это называется правильное темперирование. На этом оборудовании происходит этот процесс. Оборудование, я так понимаю, не из дешевых. Вот эта установка стоит 2 миллиона. Одна только. Да, это итальянская. У вас их две. Маленькая, та побольше, та чуть подороже. Вот это сейчас ваш новый цех. Вот сколько вложено средств? Если брать с самого начала, то только в ремонт сюда вложено около 5 миллионов. Плюс опять-таки оборудование, которое стоит миллионы. Оборудование, это вообще за десятки миллионов. 10 миллионов есть? Есть, намного больше. Но в плюс вы вышли за эти 3,5 года? В плюс мы не вышли. Мы сейчас стоим на грани самоокупаемости. Слава богу, ноябрь, декабрь показал хорошие результаты. Хорошие результаты это какие? Хорошие результаты по продажам это хотя бы 8-9 миллионов продаж. С середины октября до середины декабря вот у нас были такие показатели. Эммануил, предлагаю поиграть вам в игру. Берем понравившийся вам кристаллик. Синенький. Ага. Так. И такого же цвета берем карточку. Так, читаем вопрос. У тебя была школьная любовь? Как это было? А, наверное, как у каждого мальчика. В школе была первая любовь, да, и... Взаимная? К сожалению, нет. Может быть, я как-то... Ненастойчиво. Да, ненастойчиво был. Не проявил смелости. Учились в каком городе? Родом я из Нальчика. Это Северный Кавказ. Когда перешел в 7 класс, мы уехали в Германию. Из Германии мы вернулись в Москву уже. В институте там учался. Пошел работать и потом приехал сюда. Краснодар именно, да? Краснодар. Давайте следующая тема. Друзья, мог бы ты создать бизнес или совместный проект со своим другом? Скорее всего, нет. Потому что у меня друзья все, да и у меня тоже все, знаете, со своим характером. Наверное, это нас и объединяет, то, что мы смотрим, наверное, в одно направление, но по большому счету, как показала жизнь, практика ведения бизнеса, у нас у всех разная. Я так понимаю, у вас был неудачный опыт? Он не совсем неудачный был. Мы практически на этом были и мы оба сказали, нет, давай мы лучше тут друзья. Да, но каждый своей дорогой, да? Да, но каждый своей дорогой. С самого начала стояла задача сделать то, чего на рынке нет. Казалось бы, да, в Краснодарском крае бизнес на варенье, где у всех варенье... Вот не смеялись над вами, ваши друзья, знакомые... Смеялись, да. Ну, наверное, до сих пор кто-то смеется. Но это, как говорится, сначала вас не замечают, потом над вами смеются, а потом вам завидуют. На данный момент у нас 22 вида варенья, джемы, конфитюры, то есть то, что в баночках. Самые дорогие позиции – это белая черешня с грецким орехом. Каждой черешней есть грецкий орех. Звучит очень аппетитно. Сколько стоит такая баночка? 200 грамм. На полке она стоит от 700 до 1000 рублей. Как часто вам говорят, почему так дорого? То есть если мы на выставках, ой, ребят, как-то дорого. Это самое такое лояльное, что мы слышим. Но когда попробуют, то, конечно, люди понимают, за что пойдет. Что еще? Смотрю, клубника, да, яблоко. Самый бюджетный, если можно сказать, в виде варенья. Сколько стоит? Это на полочке стоит от 300 рублей. Самый ходовой? Малина Кизел. Какой фразой или словом-то я писал бы свое детство? Почему? Я был очень любознательным. Мне всегда было все интересное. Когда жили в Нальчике, отец строил большой дом. Я постоянно, знаете, был со строителями. Мне всегда было интересно. Я еще маленький был. Он любил играть в шахматы. Дед мне подарил шахматы. Я ходил по соседям. Всех просил, кто со мной поиграет в шахматы. У вас большая семья? Три сына. Папа, бизнесмен, мама, домохозяйка. А кем мечтали быть с детства? Кем журналистом-международником, а-ля дипломат. Наверное, мечта о должности была. Не столько о деле, а о должности. Если говорить о каких-то осознанных мечтах, опять я все равно останавливаюсь на производстве. Всегда вот что-то хотелось создать. Не знаю, то ли на радость, то ли на беду. Вот так появилось. Да, но так это все дело появилось. Варенье у вас снится по ночам? Наверняка. Снится, но не так, как я его кушаю. Мне снится, как мы его отгружаем. Вот это мне снится. А так, то, что я его кушаю, уже очень надо. Ну, вы едите хоть? Конечно. Я, наверное, год назад ушел от варки. И все. Даже до сих пор, когда кто-то говорит, ой, у меня не получилось. Я-то знаю, от начала и до конца, как отварится. Ближайшая ваша цель – это наращивать объемы производства, правильно? Потому что спрос большой. И плюс еще предлагать новые виды товара. Дело в том, что магазины, в сети, они не берут большой ассортимент. Две-три позиции. Мы очень много теряем на логистике. Поэтому мы хотим сейчас продолжить новые виды продукции. Мы провели уже маркетинговое исследование. Сейчас остановились на мармеладе. Хотим сделать хороший, вкусный мармелад с классическими вкусами, знакомый для потребителя. Но сделать его без сахара, сделать его с хорошим составом. Не будем делать большое количество позиций. Это будет 3-4 вида просто мармелада и 3-4 вида в шоколаде. Это сейчас основные планы. Спасибо вам огромное, Эммануил. И напоследок хотелось бы услышать от вас пожелания, совет тем, кто хочет начать свое дело, но боится, возможно. Не бояться – это лишь дураки. Если боится человек, это значит, что человек умный. А умного человека, наверное, плохих идей не будет. Главное, насколько это возможно, правильно рассчитать свои возможности. И очень важно – окружить себя правильными людьми. Нужна команда, да? Да. Без этих ребят меня бы не было бы, конечно. Поэтому главное – создать команду. С вами был И 所убубог. После этого пока нет. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока!